Вам легко было сниматься? Это же практически первый мюзикл. Ну, я думаю, что это и первый, и последний, потому что он... Мелодзия Верийского квартала сделана по всем традициям такого международного стандарта. Фильм очень хороший, режиссер хороший. Он этот жан изучил досконально, я помню этот процесс. Ни до, ни после этого я не хочу никого обидеть из грузинских кинорегистеров. Такого уровня мюзикла никто не делал в Грузии. Я думаю, что в России тоже. Расскажите, пожалуйста, о своем герое. Ну, я о герое не буду рассказывать, просто я вам скажу, что сказал Шукшин. Василий. Был фестиваль в Ваку. Кинофестиваль. И... Шукшин привез Калину Красную. А мы повезли мелодзию Верийского квартала. И... Когда показывали мелодзию Верийского квартала, мы с ним вместе сидели, рядом. И вдруг я в темноте его какое-то движение увидел, повернулся, я вижу, что он голову опустил, вот так сидит. И не смотрит на экран. Я говорю, что с тобой? А там когда сцена шла, когда мой герой приходит, приезжает домой, немного подвыпивший, дети и девочки спят, и он отсюда достаёт кусочек хлеба, там лук, чего-то, сыр кладёт ему около кровати. Он сказал, что я своего деда вспомнил. Ну, в принципе, это мелодрама. Я вообще люблю, когда герои фильма маленькие люди, ничем не выделяющиеся, понимаете? Такая из массы людей, плохо живущих, как обычно, они в основном бывают порядочными, добрыми и не умеют навязывать своё горе, на чудные плечи перекладывать. И вот я этих людей хорошо знал с детства. Мы сами очень тяжело жили, и я без отца рос. И я сразу как-то понял, как мне надо было играть. Георгий очень такой, в принципе, тяжёлый режиссёр Шенгилай. Он любит копаться, но со мной у него не было вот этих мучительных моментов. Я сейчас так получил, что себе комплимент делаю. Я ему делаю комплимент, потому что мне с ним было легко работать. Всё было чётко расписано. Самое главное, мы знали, кого мы играем. И почему. И для чего. И остальное всё делал он, естественно. Вы привносили что-то своё? Я вообще человек неподчинающийся. Я не умею, когда мне диктует, понимаете. Когда он мне диктует, я ничего делать не могу. Но Георгий меня хорошо знает. Мы давно с ним дружим, и давно друг друга знаем. Ну, естественно, актёр должен послушать, что хочет режиссёр. Потом там такая команда была, в общем, сильная вся вокруг. Я думаю, что ему было несложно снимать. То есть с нами работать. А такого момента, чтобы мы что-то делали, ему нелавилось, я не помню. Давно это было уже. А в фильме «Мелодия Верийского квартала» вы что-то придумывали? Или вы всё взяли из своей жизни, как вы сказали? Не, «Мелодия Верийского квартала», во-первых, Георгий очень хорошо знал семью, и Софи Котти Аурелию, отца и маму. И такие были очень городские люди. И его родители тем более. Я сам вырос в таком квартале, в таком районе, где вот эти люди все жили, понимаете? Это были талантливые, бедные, богатые, необычные люди. Хорошие рассказчики, хорошие вруны, хорошие рисовальщики, писатели, я не знаю, там, сапожники, парикмахеры. Понимаете, это общество горожан. Когда у нас говорят, у нас это слово очень много значит в Тбилиси, горожанин. Это национальность тбилисская. Серьёзно? У нас, когда говорят, он горожанин, это не значит, что он в Тбилиси живёт, что он коренной тбилиси. Понимаете, это как национальность. Я не знаю, может, об этом никто не говорил. И у нас есть ещё такой жанр в песне, городские песни. Нигде в другом городе я этого не слышал. Вот я грузинские песни свои когда пою, почти я, в общем-то, наполовину, я тоже автор, создатель вот этого жанра городского. Городской жанр, он смешанный, понимаете? Там и христианская музыка, и мусульманская, и иудейская, и какая угодно. Вот это такой город был. Поэтому там, кто знает грузинский язык, там есть персонажи, которые говорят, ну, по-грузински, но с городским сленгом. Вот, например, там есть такой человек, которого играет Ромас Чьяурели. Ромас Чьиквадзе. Ромас Чьиквадзе. Ромас Чьиквадзе, царство ему небесное. Двой родный брат был. Софика Чьяурели, уже их тот же режиссёр. Вот у него там есть какие-то слова, они не литературные, но они городские. И вот горожане эти слова часто употребляют, понимаете? Или вот там фразы, которые бросают так, между прочим, кстати, импровизируя Эру Симанч Галадзе, который играет этого богача, у которого она ворует зимнее пальто. Там очень много чего в озвучании было симпровизировано. И я почему Георгию люблю, потому что он это сразу улавливал и не мешал. Когда Крамазу ходит Эру Симанч Галадзе и говорит, что у него украли там дрова или что-то, в это время мы слышим звук поющей птички. И это говорит, что это, кто это, он говорит. И вдруг он от себя дал, птичка Гульнара. Гульнара это имя такое, не многих женщин у нас зовут. Гульнара, но имя очень такое экзотическое, да? Чития Гульнара. Знаете, это мне сложно сейчас объяснять. Но там город городом. Вот их мы и играли. Поэтому по-грузински, на грузинском языке Катина очень интересно звучит само по себе. И музыка, и песни, и разговорный текст, диалог и все. Так вот, по-грузински. Вот.